Надо прыгать! Большими прыжками! А как еще радоваться первой в своей жизни настоящей премьере? Три месяца репетиции позади. 27 участников, в этот раз исключительно предприниматели города, погрузились в магию театра, чтобы в один момент взойти на сцену и исполнить мечту или победить страх. Я пошла на большую сцену для того, чтобы преодолеть страх публичных выступлений в таком масштабе. А как оказалось, процесс игры настолько увлекательный, когда ты просто живешь на сцене и переключаешь фокус внимания не на зрителя, как ты перед ним выглядишь и на себя, а на саму игру. Третий сезон подарил барнаульцам четыре разножанровые постановки. Размышления о женах Синей Бороды, новая версия «Ежика в тумане», мистический граф Калиостро. А еще один эпизод наверняка заставил бы переживать и наших маленьких воспитанников. История об игрушке, которую потеряли, тронула даже взрослых зрителей. Ты хочешь, чтобы тебя купили? Чтобы у тебя была маленькая хозяйка, которая тебя любит? Меня уже любили. Меня любила девочка, которую звали Абелин. Не говори со мной о любви, я знаю, что это такое. Все вот детское всплыло. У меня мурашки однозначно. Это говорит о том, что в цель есть полное стопроцентное попадание. Уже третий сезон участники приходят в проект не только для собственного развития. Большая сцена выполняет еще одну миссию. Известные люди города приглашают барнаульцев присоединиться к особенному детскому миру, в котором живут настоящие борцы – малыши из онкоотделения. Часть денег вырученных пойдет на благотворительность. Для меня это очень важно. Поэтому мы и согласились. Помогаем детишкам, спонсируем различные спортивные мероприятия, какие-то хобби деток – это, безусловно, один из стимулов поучаствовать и сделать какое-то доброе дело. Скоро часть средств от продажи билетов будет передана в благотворительный фонд. Эти деньги пойдут на покупку препаратов или билетов в федеральные клиники для детей больных раком. Большая сцена вновь и вновь доказывает, что искусство способно спасать и бороться за жизни.